Все, что вам нужно сделать, быть такими, какими вы хотите быть. Какими вы хотите быть. Вот и все. Все настолько просто, но в то же время настолько далеко. Не так ли? Все настолько просто. Вы же хотите быть радостными? Будьте радостными, кто вас останавливает? Нет, нет, они делают вот что. Видите ли, вы не хотите, чтобы они делали то, что они хотят делать. Но вы хотите делать то, что хотите вы. Это проблема. Если вы хотите делать то, что вы хотите, вас не должно беспокоить, что другие будут делать то, что они хотят. По-другому невозможно. Свобода — это дорога двусторонним движением. Никто не мучает вас физически. Все просто делают то, что хотят, говорят то, что хотят, или просто говорят то, что знают. Так кто создает этот беспорядок внутри вас? Вы сами. Где-то внутри себя вы считаете, что если вы разозлитесь, если будете несчастными, вы что-то за это получите. И иногда так и происходит. Если вокруг вас другие несчастные люди, которым не безразлись на ваше несчастье, это вам что-то приносит, не так ли? Да. Если вы будете ходить по дому с несчастным видом, возможно, вы что-то получите. Но если вы будете радостными, возможно, вы ничего не получите. Поэтому вы научились этой уловке. Но вы должны понимать, что это палка в двух концах. Если вы несчастны, то что бы вы ни получили, это не будет иметь никакого значения. Если вы радостны и ничего не получите, ну и что с того? Вы не единственные, кто использует эту уловку. Все вокруг тоже ею пользуются. И вы всегда думали, что так и должно быть. Но чего вы хотите? Вы хотите быть радостными или несчастными? Просто будьте такими, какими хотите. Это мешает кому-то? Нет. Допустим, я хочу закурить. Если я сделаю так, это причинит кому-то неудобства. Но если я просто хочу быть счастливым, мешает ли это кому-то? Будьте такими, какими хотите быть. Кто вас останавливает? Вы не можете делать все то, что вы хотите. Но вы можете быть такими, какими хотите, не так ли? Кто может вас остановить? Другим даже не обязательно знать, что вы испытываете радость. Если им нравятся несчастные лица, можете ходить с несчастным лицом. Но внутри вы все равно можете быть радостными, не так ли? Вы должны действовать так, как того требует ситуация. Скажите мне, что первично? Ваше состояние или ваши действия? Что изначально? Ваше состояние. Если вы говорите, что хотите быть радостными, будьте радостными. Действуйте в соответствии с ситуацией. Кому-то нравится несчастье, кому-то смех, кому-то слезы. Давайте им это. Я хочу сказать, что все, что вы совершаете, это действие. Вы совершаете его либо осознанно, либо компульсивно. Если вы совершаете его компульсивно, вы считаете его реальностью. Но на самом деле это только действие, не так ли? Все, что вы делаете, происходит у вас в голове, не так ли? То есть в любом случае вы совершаете действие. Вы можете совершать действие осознанно или компульсивно. Вот и весь выбор. Если вы совершаете его компульсивно, вы считаете его реальностью. Это глупый способ существовать. Это в любом случае действие. По крайней мере, совершать его осознанно, тогда жизнь будет прекрасной. Если вы действуете неосознанно, жизнь кажется ловушкой. Это не ловушка. Жизнь — это не ловушка. Потому что выход есть всегда. Двери широко открыты. Выход всегда открыт. Все пытаются избежать его. Это можно было бы назвать ловушкой, только если выход был бы закрыт, не так ли? Выход всегда открыт. Если вы не будете осторожны, в любую минуту вы можете погибнуть. Выход открыт. Вся ваша жизнь направлена на то, чтобы каким-то образом избежать выхода. Только если вы считаете, что все ваши действия — это реальность, тогда, по вашим ощущениям, это будет ловушкой. Что бы вы ни думали, что бы вы ни чувствовали, что бы вы ни делали, все это ваши действия. Если вы спросите у этого, оно хочет испытывать настолько приятные ощущения, насколько возможно. Не так ли? Да. Вы хотите познать самые приятные ощущения, не так ли? То кто вас останавливает? Нет, вот что они делают. Они делают то, что им нравится. А вы будьте такими, какими вы хотите. Если вы сделаете это, ваши действия будут зависеть от ситуации. Мы действуем в зависимости от ситуации, в которой мы находимся. Нет, нет, я хочу идти своим путем. Не бывает вашего пути. Действие должно зависеть от ситуации. Ваше состояние — это ваш выбор. Если вы выбрали для себя, каким быть, такими и будьте. А действия совершайте в зависимости от требований ситуации. Жизнь — это не ловушка. Потому что выход есть всегда. Двери широко открыты. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok